Добрый день, меня зовут Пейдун Ян. В 2020 году я получил премию «Глобальная энергия» за работу над полупроводниковой биогибридной системой искусственного фотосинтеза. Я хочу поприветствовать гостей сессии Ассоциации «Глобальная энергия» в рамках Петербургского международного экономического форума. К сожалению, из-за ограничений, связанных с COVID-19, я не могу присутствовать на мероприятии лично, но я бы хотел поделиться с вами своим мнением касательно обсуждаемых вопросов из Беркли, штат Калифорния. Глобальное потепление и изменение климата реальны. В 2020 году планета Земля нагрелась до максимальной исторической отметки. Этот факт – прямое следствие того, что наша производственная сфера уже целый век зависит от ископаемого топлива. Энергетический переход – это решение данной проблемы. Для производственной сферы очень важно стремление отойти от ископаемого топлива и как можно быстрее внедрить возобновляемые источники в энергетический баланс. Энергетический переход является первым и очень важным шагом на пути к нулевым выбросам углекислого газа на следующие несколько десятков лет. Существует множество сложностей на пути к экономике нулевых выбросов, планируемым на следующие несколько десятков лет. Во-первых, существующая энергетическая инфраструктура очень долгое время полагалась на ископаемое топливо, обладающее большим запасом кинетической энергии и хорошими инерционными характеристиками. Таким образом, для того, чтобы перейти к зеленой экономике, каждой стране необходимо сделать все, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также срочно внедрять имеющиеся возобновляемые источники, будь то солнечная, геотермальная или ветровая энергия, в общий энергобаланс. Во-вторых, нам крайне необходимы прорывные разработки в таких сферах, как хранение электрохимической энергии и ядерный синтез. В контексте возобновляемого сектора мы увидим учащение использования солнечной энергетики, ветроэнергетики и геотермальной энергии. В то же время, думаю, что на первый план выйдут новые технологии хранения электрохимической энергии. Также, например, формировать энергетический баланс в ближайшие десятилетия будет водород. Зачастую под водородом понимают именно зеленый водород, получаемый посредством расщепления воды с использованием возобновляемых источников энергии. Ему противопоставляют голубой водород, который получают из традиционных источников энергии, несущих собственный углеродный след. Зеленый водород представит новое поколение энергоносителей, которые можно использовать во многих областях, будь то транспорт, производственная сфера, фармацевтика или химическая промышленность. Это можно использовать для значительного уменьшения выбросов углекислого газа. На мой взгляд, это станет первым и очень серьезным шагом на пути к безвыбросной экономике. Наша работа над полупроводниковой биогибридной системой искусственного фотосинтеза представляет собой технологию по преобразованию и хранению возобновляемой энергии. Используя данную систему, мы фактически можем перерабатывать углекислый газ в жидкое топливо в один шаг, используя солнечный свет и воду. Мы занимаемся хранением солнечной энергии в форме химической энергии высокой плотности. Я верю в то, что эта технология на один шаг опережает зеленый водород в ряду нового поколения энергоносителей. С помощью нее мы можем представить улавливание углекислого газа напрямую из атмосферы, с последующей его переработкой в жидкое топливо, то есть в вещество с высокой удельной энергоемкостью для последующего использования в качестве энергоносителя во многих областях производства. Это поможет значительно сократить количество выбросов углекислого газа. На мой взгляд, данная технология является ключевой на пути к безвыбросной экономике. Изменение климата есть, и оно ускоряется. Нам не удастся повернуть его вспять в короткие сроки. Однако я надеюсь, что благодаря решимости и силе воли правительств и людей всего мира, мы сможем побороть эту проблему. На мой взгляд, все технологии и прорывы возобновляемой энергетики помогут нам справиться с трудностями, стоящими перед человечеством.